давай поближе сереженька дорогой здравствуй до вечера у нас вечер у тебя-то день еще рад тебя видите сколько пытаюсь ты видел мои мой фотоотчет поездки я в скайпе там выставил на но понятно но я то я так и предполагал что ты простуды или все по основной болезни да ну понятно но помогите господи а я уж это переживаю с наталья ильинична это мы общаемся я говорю передавать ему хоть поклон то как там он и что да да вот ну так и так все расскажет как есть простуды я же говорю у меня легкие они не работают ни в ромке не легкие но практически атрофированы мне если заболеть каким-то простудным заболеванием вот я же от кашляваться не могу но до этой мокроты захлебнусь задохнусь тогда вот и господь так устраивает у меня 15 лет вообще простудных заболеваний нет вот они 5 человек в доме да они все переболели гриппом они все вот ходят кашляют друг от друга подразились а меня не берет она подходит на таблетки засыпает я говорю зачем мне таблетки меня господь нет в господь я понимаю господь все равно на выпьет таблетки я говорю ты мало я говорю ты маловерная и она на следующий день заболевает вот господь так показывает она то вместе со мной все болеют а ее господь хранит она что за мной хранила ей тоже не дает грипп от ее простуды и она передо мной хвалится вот так вот говорит и говорит видишь нас как господь хранит уже 15 лет не дает никакой простуды ни гриппа ничего вот и тут же дает мне таблетки на выпей а то все болеют я говорю да ты что что проговорил что на господь хранит какие таблетки вот и господь ей дает грипп на следующий день прям показывает поверь и ваши это будет дано вам то что скажешь поверь и ваши она мне засыпает эти таблетки чтобы мама ублажить только до но как я рад что ты тебя вижу и слышу потому что вот как побывал у тебя и как в воду я тебя от тебя никак не могу до тебя и лишний раз то боюсь к тебе как-то постучаться потому что беспокоить вдруг то не действительно тебя вещь как раз и не за того было как ума ума у меня говорила рассказывала про свои болячки когда там тяжело и было говорит не до детей вот ничего меня не интересует и дети меня не интересует никак а мне это обидно было думаю как это она меня так любит и тут вдруг говорит что она меня уже не любит и не знает и не хочет даже видеть меня и знать обо мне не хочет эгоизм какой тут речь идет о в другом конечно когда болеешь так ни до кого действительно я его же говорил татьяна лично берегите себя вы вот ли вы лишнее там не накручиваете потому что вас не будет как сереже даже самые близкие люди которые вокруг тебя они не смогут сделать так то что делает татьяна лично а никто ничего не она же чувствует меня там по буквально по одному движению что мне надо делать конечно она как руки и ноги мои вот а другие люди с другими людьми надо как на нее где-то и рыкнул и все она снесла смиренно посмотрите кто меня там будет выносить он это самое кто мне поможет поможет мне ну для смирения опять же ну объясните а как я ни руками не объяснишь ничего я когда к нему приехал говорю о серёжа я его не видел с бородой да с усами какой-то мужественный стал прямо то он говорит а как мне это дается сложно это же меня раздражение и ощущение неприятные всякие но приходится терпеть еще одно терпение переходи на долго терпение сереже так я удивился он в носу держит эту самую деревяшку зубочистку зубочистку в носу себе там чешет вы не видели он я показывал как это делаю татьяну что стараетесь так приспособился не противопоказано смотреть я болею когда гляжу я вообразить не могу прикинуть себе я бы сняла нет организм не выдержал я целый не не месяц сопливил тут на мост пошел показывать василий племянник приехал там я перехватил и целый месяц соплями доблюсь и хочу только совсем за не могло никак я сразу сергея вспоминаю все подавился и тихо отполз назад лежит ты ходишь ходишь а он лежит ты встал на ноги поклонился он лежит не могу у меня такое впечатление у меня все болит сразу вот сегодня делаю ролик один выставлен новый тоже все как люди ждут вот этого всего нового да люди сегодня жаждут вот опять же те времена вот когда жаждут слова да где его где его вот сегодня этого анкрея ткачева сегодня слушают пасного люди ну да где его брать живое слово хотел поделиться впечатлением от этого ролика который ты мне переслал то дом пашкова то про сашу дмуха вот смотрел сколько и вот до конца посмотрел и потом вспоминал вот я не могу признать я в нем в этом человеке не могу увидеть сашу это совершенно для меня другой человек я вот с первой минуты до последний вот как будто вот совершенно другой человек нету там саши там даже порошинки от того саши нету меня просто что я в шоке был от его действия от его разговоров мотива действий со своими детьми которыми как он их что он не хват прямо отправляет заживо да не то слово он не не себя они не других не жалеет и самых близких людей не жалеет вместе с собой тащит в ад я вспоминаю я вспоминаю радостным вот просто это светились глаза это во всем во всех его движениях было было светилась просто радость а тут это сейчас многие люди которые отходят отходят как говорится и находят в собрании да ну много так и у бакистов и у православных отходят люди то что ну не могут в собрании находить единомышленников вот и как-то и уединяются и вот такие одиночки и как что с ними быть как с ними делать то я это себе не могу представить потому что я в собраниях то в принципе так по полоте не было никаких вот и что человека может смущать даже какие нужны допустим стимулы чтобы оставлять в собрании еще ничего не нравится нет а тут сродство духа вот я был когда после тебя на следующие выходные я был в москве встречались мы с ты фотографиями еще переслал наверное этот слава или дима переслали тебя это не мы целый после были на богослужении а потом после богослужения было занятие после занятия мы пришли в кафе и сидели чай пили и и целый день мы проговорили уже темно на улице а мы все разговариваем какое какая близость душ понимаешь и находилась тема вы не разговаривали болезнях мы не говорили не разговаривали чем-то суетно мирском а вот разговаривали о духовном вот люди чего я общаюсь с одиночками в большинстве люди еще смущает вот то что не принимают сегодняшних священников как правило рукоположение не верит в то что идет вот цель рукоположения да и то что отталкивает людей и сегодняшнее священство такое недостойное люди просто ну я уж опускаю допустим иконы там мощи это все в расчет не идет а люди просто не верят что вот такое священство у ли у людей просто идет олицетворение священство с церковью то есть вот иерархия церковная а для них это церковь они не могут разделить отделить мух от котлет что называется я говорю вы всегда смотрите кроме того что вы видите еще нужно смотрите другое нужно видеть в что соответствует истине а что не соответствует истине так что мы делаем как бы где взять истину если это не доказуемо это опять же по вере вот цепочки туда и эту самую опять же говоришь там с баптистами да вот чем-то ее невозможно доказать и казалось бы они правы и мы правы и вот истина только в слове божием потому и вера то от слышание слова божия а если истины не нашли в слове божием так ее и нету вообще нигде тогда а в иерархии еще искать в человеке разве можно найти эту истину как человека как таковом если она не если этот человек не живет по слову божию ну да понятно да но тем не менее надо видеть далеко не все одинаковые священники тоже есть и другие другая категория священников которые почему-то видят одинаковых священников почему-то видят и одни одинаковые я раньше тоже я начинал на технические слушания в ученом говорит мне когда казалось что все такие хорошие священники кругом а потом уже когда начало углубляться то они же народ то не учат и идут совершенно в другую сторону людей то и как же так какая же благодать на них может быть если они людей не учат пути о божьем да ну а благодати только господь может сказать где и в каком месте благодать он когда псалмопевец давид отступал и говорит и дух твоего святаго не отнимет значит то как какие то моменты дух святой может отступать от людей я сейчас только на господа полагается последний раз плещался летом этим я уже говорю господи я не буду ничего никаких судов творить будет пусть по воле твоей я говорю ты мне дай батюшу который уводит тебя пусть причстит и вот прям не приезжал священник у него приезжался а так я и не знаю что делать а что тебе делать ты ты находишься как бы вот ну как бы это сказать то не грубо чтобы звучало в идеальных условиях потому что мы я не за себя думаю я о людях я о себе у меня и мыслей вообще нету никаких я все о людях люди-то заходят вот на прошлой неделе парень один три часа ночи в деревне живут сейчас же что творится по всей стране мы не видим только в интернете вот если имеешь общение со множеством людей творится сейчас вообще идет вот раскол прямо буквально вот фильм посмотрите раскол вот то что происходило во времена этого никона то во времена никона вот один в один повторяется набирает с огромной скоростью вот этот колесон набирает обороты свои сколько народу вот в это впадают вы даже представить себе не можете в деревне в деревне едет огромное количество вот ради того вот ну происходящего это в принципе неплохо да я я за того чтобы из городов уходили но вот творить вот такие вещи потому что я уже сам я раньше на патриархе что-то такое говорил сейчас уже забыл я уже боюсь это что-то и духом похудеть как-то вот так выступать против и патриархе ну еще не время как говорится оно придет это время когда уже час пик когда уже надо будет отходить но это время нужно в духе как-то его прослеть увидеть это время понимаете да а быть раньше времени или остаться после времени это тоже как бы и вот это время не прозревать вот сегодня надо иметь особое отношение с господом чтобы не прозревать то время потому что опять же они же как раньше иерархи церковные как они говорили вы не переживайте мы вам все это самое озвучим в то время да а кто его озвучивать то будет они уже благословляют просто эти начертания принимать кто его озвучивает когда они собираются озвучивать его да никто ничего озвучивать не будет это будет вот только Господь будет на сердце власть своим именно свои будут власти о тех временах информации да конечно те кто старается пребывать в Духе Святом Дух Святой и научит увидеть это время ну да вот стоим как раз на такой грани что придет Господь и испытать всех да придет Господь и найдет ли веру и горит и горит тем у кого нет печати Божьей на желе горе или счастье потому что горе это кратковременное я не знаю кому горе это кратковременное кому это пословица есть кому щижик и кому жемчуг мелкий ну да кто в чем видит счастье и горе я не знаю народ у нас сегодня на Новый вчера никогда Новый год был я не помню стреляют всю ночь да да народ веселятся я говорю Господи что творится а люди даже ни сном ни духом не предполагают что на мир идет вот такая такая погуба народ не ну градус бы сейчас на всех уголах на всех перекрестках или сейчас что идет Христос гребет в мир ну как же не услышать это почему народ не и никому ничего даже дела нет включайтесь разговор да он смит сидит уже то я что нет 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 какой я переживаю за каждое слово устаёте Игорь Тихонович устаёте спрашивает ну конечно ну а что на силу у тебя а я кого да не сейчас я вообще говорю вот сегодня мне скинули материал один Головин Владимир из города Болгар часть первая Алищин называется ну и мне говорят пятая минута то вы можете зарядить себя увидите там где-то и он обо мне говорит одна из наших подписчиц Яна Кочкина пишет как раз на эту тему Отец Владимир вы очень известный и наш любимый батюшка скажите искушает ли вас лукаво тщеславие если да то как вы боретесь нет не искушает наверное например от того что-то более серьезное какой-то бой а не с с вами да нет да нечем ну вот приходилось и приходится слышать проповеди и церковных настоящих проповедников и в церкви у нас немного но есть конечно люди которые высокой эрудиции большого проповедительского таланта высокой духовности все узнает сравнение когда если я сейчас возьму с ними сравню явно сравнение моё будет пользу но я могу назвать имена сейчас вот например очень эрудированный известный там под нашим отец Андрей Ткачев думаю что интересные вещи порой очень глубокие говорит отец Дмитрий Смирнов насколько грамотно богословски и духовно Осип я с особым желанием слушаю слова владыки Илариона митроповеди нашего вот я думаю что глубоко говорит наш патриарх я нахожусь всегда что-то очень важное глубокое в основах можно других называть вот есть такой интересный проповедник он давно уже имеет место в служении Лапкин Игнать Тихонович своеобразный проповедник надо прямо сказать горячий такой но насколько он знает Священное Писание насколько это конкретно он говорит и сразу четко конкретно вот такая книга библейская такая глава такой стих ну когда себя сравнивать такими чем тщеславец нет ничего поэтому тщеславец особо нечего я то видите к ним претензии имею ко всем почему они людей привязывают к себе а не к Богу не к Слову Божию я как раз упоминал его уже не один раз и Ткачула упоминал как Андрей Кураева говорит Игнатий меня по всем кочкам протащил я посмотрел я вот сто двадцать раз упоминал Андрея Кураева он Андрей Кураев не верит что самые высокие горы были покрыты водой я говорю тогда это Евангелие от Кураева надо уже читать а не Евангелие от Матфея меня то этим они в угол не загонят никак я должен сказать ну людям дайте направление к Слову Божию ты отошел и все погасло а экран погас ничему не научился а когда прямо показано ко Христу он сам берет тогда Евангелие считает мне сколько пишут впервые я открыл для себя что Библия Слово Божие а я все время долблю святая Библия святая и таких людей столько новых находится их надо у ног Христа усадить вот задача то какая то как люди не верят в Христа для людей Христос это что-то зима прибитая в храме на кресте а Христа от небесного они не могут я вот сегодня только разговаривали с человеком ну вот начинаешь ты веришь в Бога да а кто Бог Христос а ты веришь на царстве небесное что ты после смерти обретешь новое тело да это вера и человек то для него эта вера далека абсолютно Христа земного они верят а они небесные для них не доступны поэтому вот для них батюшка близкий такой нарядный красивый вот он и зачем им присутствует да я вот посмотрел сейчас новый фильм поставили 10 серий а Григория Распутина 100 лет а со дня убийства а я видел хороший фильм я хочу ты уже посмотрел его да 10 серий 10 серий ты все 10 серий посмотрел я прям закрыл по Греции смотрел да хорошо поставлен ну да видите я уже отвечал на этот вопрос что в России в России не было большего пророка как он и момент смерти его за ну возьму я допустим пять тысяч лет никто о своей смерти не мог сказать как он сказал я уж не говорю что Нострадаму сам о нем и прочее дело в том что катаклизмы вселенского масштаба и предсказаны были в трех вариантах если убьют просто крестьяне ничего не будет или какие-то англичане американцы если убьют дворяне значит дворяне будут на 20 лет вышвырнуты из России если из царской династии будет кто-то под корень все будет бог вырубать вырубит все два года не прошло царя расстреляли этого никто нигде никогда не говорил он единственный кричал папа то есть царю не начинай войну не начинай замирись нет народ будет объединяться царь вообще ничего не понимал у меня раньше когда я беседовал с Александром Менем Дмитрием Дудко Глебом Якуниным я задавал один вопрос который для меня не совсем понятен был как царь такой умница мог знать с таким каким-то Распутиным а Распутина то ничего вообще не было более оклеветанной личности не было за мировую историю потому что масоны на базовском съезде поставили задачу дискредитировать и притом еще нигде не подтвердилось ни разу ни разу у меня вопрос теперь такой как такой пророк Божий мог знать с таким хилым царем у меня перевернулось все в голове как царь то кто он такой зачем он это начинал то и он ему сказал что будешь под корень вырублен со всем семейством если только ты сейчас царь ну меня не тронут 200 лет еще там 100 лет столетия будут династия стоять и теперь верят и это одно из ста пророчеств которые говорил это не он кронштадтский никто не говорил умер Ленин умер Сталин Наполеон никакой роли не было от Распутина сразу две мировые империи пали две монархии ушли и тогда уже Гененбург приходит тогда уже приходит Гитлер и дальше и смерть Гитлера вообще ничего не изменила смерть Распутина изменила мировую историю вот есть а так а так если вот предположить допустим ну а что могло бы случиться что за мировая такая фигура Распутина на что он мог повлиять чтобы не случилось такого что он мог сделать ну если теоретически то так царь бы чтобы поверил ему и у царя то были знакомы на остров Мальту куда-то скрылся там где-то среди монахов чтобы никто его не знал нигде не нашли тогда второй вариант или там какой-то мой на три варианта было но случилось именно самое последнее страшное и о смерти его пишет и фильмы снимают почему это от Бога от Бога это знаковая фигура за тысячелетия я до конца разобрался все о нем фильмы все что можно было посмотрел молясь канонизировать не надо канонизировать не надо вообще канонизации не должно быть никакой но он от Бога от Бога это единственный в мировой практике человек который говорил отступись иначе сгорит все никто это ни Вильгельма никто не удерживал ни Николая Первого ни Петра Первого со шведами воевать никто никогда нигде все воюй воюй и он один был это подцепи с высшей мерой и масоны поставили знак дискредитировать и что о нем было сказано он гулял распутничал проверки что ничего не а то двойника подсадили масоны то еще что то ничего не было совершенно за ним не временное правительство создало специальную комиссию в которой был блок писатель поэт Александр Александрович и закончилось чем ничего не подтвердилось не то что он царист там знался не то что там выдавал министров там назначал все фальш казалось а вы не допускаете что Грозного так живут так клеветали Иоанна а в чем обвинили его что в Схове по пятьсот человек каждый день казнил это в житиях святых написано это жития святых никуда не делать каноны составлены о том как Корнилию руку отрубил он вышел благословлять он с крестом ему руку отрубил настоятель пещерского монастыря это изверг был там клеветать не на что было зверюга зверь Иван убил своего сына теперь что не было а за этим ничего не было кроме того что он в паломнических группах ходил поклонялся не было ничего и что ну может он покаялся а пророк да ведь что нигде он не покаялся за шахматной доской так и помер шесть раз женился у Распутина ничего этого не было из святых которые по библии самые высокие это ездра у людей у православных у других это Григорий Фимович Распутин вот это две фигуры в равной степени ну в своем отрасли можно смотреть я это докажу в течение буквально одного часа любому при том сегодня все опубликовано и вот он там сексуальные возможности какие фильмы все это порнография сегодня говорят все это не было и было по заказу ничего не было совершенно ничего не было хотя бы одно событие было подтверждено ни одного а этих событий на него тысячи навалили святой черт там или адор там писал и другие я сегодня мы насчитали какие фильмы нам ставили речь идет о десятках фильмов лучшие артисты играли а потом все опровергали ничего не было то есть выдумка была сплошная но бог допустил избраннику своему пострадать я не знаю кто у меня икона его повесил я к нему как относился возьми гурьянов кронштадтский все относились в высшей степени положительно как к святому а распутина а чья икона григория распутина вот покажи она да вы что с младенцем вот кто-то меня повесил уже много лет висит среди иконостаса ну рядом со христом вон маленький это вам покажи ниже но второе рядом то протяни руку Володя рядом с нерухотворным образом христа посмотри а ну ну я понял 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 и кто это сделал не знаю меня дома не было кто-то проник сюда в комнату и это ну надежда Васильевна кто еще ну я не знаю я еще буду я не стал спрашивать висит значит висит не мной повешено Николай Гурьянов вот он еще четверть века назад говорил что приемли распутин святой но он и о царе и Иване Грозном тоже говорит что он святой нельзя не может же он говорить что об одном истину а другу ложь потому что история говорит об Иване Грозном как можно сказать одна история но как история он прозревал Николай Гурьянов еще там 25 может 30 лет назад тогда он никаких документов никто не видел но история тогда уже была в школе изучали убийство сына было или не было жития святых уже были написаны Корнилия Печерского а этого тут уже никак нельзя никуда это такой как патриарш сказал Патриарха задушил как патриарх сказал Алексей II Одно слово не так, все под нож. Он разделил наземщину и опрещину, разделил страну. А вот он руководитель хороший был, как Петр Первый. Антихрист хороший. И главное, в фильме даже показывает князь Серебряный. Он говорит, ну а как же наш брат, такой-то Филипп. Я убил всего 2000, а он 18000 в арфоломейскую ночь гугенотов-то сравнил с чем. Да 18000 каждый день абортов. Николай Гурьянов говорил о том, что ему казалось. Он ни одного события из жизни его не поминает. Сказали бы, как рассматривать убийство Филиппа. Ему не было. Я по частям делить буду. Он встречает его и благословляет. Благословляет крестом. Он тоже ему шашкой отрубил его, убил. Берет на руки и понес отпевать. Но это-то мы никуда не можем деть. Это не советская власть писала. Это Дмитрий Ростовский пишет. Нет, тут разная единица. Если бы Россия тогда пошла на такие высоты, то антихрист давно бы уже был и был бы. Это же наоборот, что Россию втаптывают в грязь, она является удерживающей переходу-то антихриста. Вы знаете, где сейчас Европа находится? А это случилось бы еще раньше, если бы Россия тогда, если бы царя не убили. Что ж, где ж, что ж тогда с нами было? Уже бы просветание. Это давно бы уже все. Предположить, что бы было, когда бы царь был верующий, если бы настоящий-то верующий, а не курака, не курил. Тогда и вопрос был бы другой. Мы говорим... Не вояка, не куряка. Да. Он, я солдат до гробовой доски. Ну вот и получилось. Он полковник был. Не положено это было, воевать. Он его мобилизацию начал делать. Он в больнице лежал в атаре. Он год провалялся в больнице, когда его хионе это зарезало было. Григорий это. Я там был в его месте, в его Покровском. Он оттуда телеграммой долбил его царя. Папа, не начинай мобилизацию. Ему Вильгельм говорил, Брат родной, не делай этого, не делай. Царь никак. Он разжег войну и сам сгорел в ней. Тут по частям, если все разбирать, а если бы так, а Россия была бы, пришел Антихрист. Да бог его знает. Пришел, не пришел. По крайней мере, Гитлер не пришел бы. И тогда было бы русских сегодня минимум 650 миллионов. Не боялись бы там ни ИГИЛа, никого. 650. Полмиллиарда сожрали. Демоны. Тут вопрос не в Гитлере, а в развитии технологий. В развитии технологий, они ускоряют переход Антихриста. Вот так, технология, технология. Только я никак не пойму, почему падение России способствовало ускорению развития технологий. Чему содействовало? Наоборот, замедлило ускорение технологий. Ну, то есть, замедлило в чем, Европа-то с Америкой, они развивались своим чередом, а Россия-то отстала, и во времена Сталинского железного занавеса, Россия на сколько отстала, на сколько лет отстала от Европы. Вот это мы нагонялись, 90-х годов начали только нагонять. Сереженька, дорогой, да тут удерживающая десница Божия, она только во всем правит. Я ей говорю, что Господь так распорядился. Да, да, да. Мы просто рассуждаем, мы ничего не меняем, и то другое. Была бы техника, на семимильными шагами шагала Россия. Ну, предполагаем, что и были бы люди крепкие, верующие. Сейчас мы видим, что семимильными шагами мы движемся в направлении этом, приближая приход Антихриста. Подтянут Россию, найдут средства. Он уже сейчас за какой-то месяц, я был в Питере, в Москве, приехал в Барнауле, уже в Барнауле, в трамвае, в троллейбусе, электронная оплата проезда, пожалуйста. Все уже близко к тому, чтобы ликвидировать наличную денежность. У меня, вот, матушка пошла в этот, в Сбербанг оплатить, за квартиру, там, эти коммунальные услуги. И говорят, уже требуют оплаты с карты, уже наличные не принимают. Говорят, чтобы платили, а эти рачи говорят, что придет отмена наличных денег. Так что, там не пожалеет денег, дядюшка Сэм, на то, чтобы нас подтянуть к этому общему уровню. А он, я вот смотрел, я гимнатический, в силу трампа, до последнего его выступления, он хочет разорвать вот эти отношения России с Китаем, и чтобы подтянуть Россию в отношениях с Америкой. То есть, чтобы Россия, как бы, дружбу прекратила с Китаем, с Китаем, а с Америкой улучшила, усилила. Вот. А чё? К чему сиделось? Так а следом будет в Китае под брюще наше. Он над делами-то и впорит нам в брюхо. Они давно рисуют карту-то до Урала уже, их территория. Вот. И, пожалуйста, они сейчас с Трампом и замутят новый игровой порядок. Он, и Трамп какой он, и ядный, и резвый какой он. Сейчас быстро все вопросы решит. И санкции отменят, или все, или дружбу наладит. Будем молиться только, чтобы Господь еще не отнял свою удерживающую десницу. А уж как Господь распорядится, не нам судить. Ну, Господь сказал, что ради десяти. Даже если в десяти ровно останемся, даже на десяти ровно надеяться можно. Чего же, а нас не действуют, а нас по миру-то еще. Ого! Десять это только было в отношении Ниневии, а не вообще России, или других стран. Ну, что там, его у вас еще и трясут. Ну, ты уже устал, наверное, Сережа? Давай, отдыхай. Я уж сутки не сплю сейчас, жду ложиться спать. Отдыхай, дорогой, хватит мы уже. Я рад, что тебя увидел. Это Игнат Тихчин только инициативу проявил. Я говорю, я уже измучился, не знаю, что думать, как там у Сережи дела, как уехал, и не могу до него никак достучаться. Я ему написал... Вы написали бы в скайпе, в скайпе мы написали, я бы ответил. Я написал тебе в скайпе, я фотографии тебе отправил. И каждый раз захожу, как только в интернет, обязательно зайду в скайп, посмотрю. Нет, так Сережа ничего не ответил. Я не знаю, может, я пропустил, потому что... Я уже думал, что чем-то тебя обидел в своем присутствии, когда был у тебя, или что-то сказал не так. Так что уж прости, ради Христа. Дмитрий Андреевич, я амин, я какие-то амин, но еще не прилипи Господь обижаться для кого-то, обижать, и для меня это страшное дело. Я наоборот стараюсь залезать за собой все следы. Ну, я вот... Никого не прилипаетесь. Я вот тоже это же пытаюсь сделать. Спаси тебя, Христос, дорогой, отдыхай. Мы уже будем прощаться. Ну, все. Ага. С Богом. С Богом, Сережа. Радом, с Богом, с Богом. Радом, с Богом, с Богом. С Богом. Татьяна Ильинична, поклон.